В Жамбулской области устранили аварию на магистральном газопроводе, в результате которой в 30-ти градусный мороз без газа остались почти тысячи домов, пяти сел и восемь соцобъектов. Сейчас специалисты проводят опрессовку газопровода и подключают дома жителей сел Жамбулского района. Для выяснения причин аварии создан штаб из представителей местной власти, газовых и экстренных служб. Анастасия Сулейманова расскажет подробнее. Прошлая ночь для жителей пяти сел оказалась самой холодной. Жителя села Гродикова Алексея Кельевича не на шутку напугал внезапный мощный хлопок. Мужчина сначала подумал, что в дом врезался автомобиль, а когда вышел на улицу, почувствовал сильный запах газа. Сестра в конце Гродикова там живет, она позвонила, говорит, у нас газа нет, приедь, там у них печка автоматическая. Потом домой себе зашел, тоже скончился, дрова нарубил, хорошо еще эта печка старая осталась. А если вот эти, которые навесны, тогда только электричеством и все. В такой же ситуации оказались почти тысячи абонентов пяти сел. В 30-ти градусный мороз сельчанам пришлось спасаться от холода обогревателями. А 8 социальных объектов подключали к резервному источнику тепла. Аварию на магистральном газопроводе уже устранили. По словам специалистов газовой службы, причинами порыва послужили низкая температура и осадки. Этот газопровод в среднем давлении был расположен на поливных землях, крестьянских хозяйств, частных домов. В связи с тем, что люди поливают, а газопровод был построен в 1991 году, произошла деформация газопровода. Из-за того, что осадки, стоки, соответственно, деформация дала трубы, искривление прошло, и по швам прошли 3-4 трубы. Ремонтно-восстановительные работы завершены. Проводится продувка, то есть пневмоиспытание газопровода. Далее будет подано газ с давлением до 4 атмосферы. На перебой с подачей голубого топлива жаловались и жители Тараза. Минувшей ночью без газа остались почти 700 абонентов. У них установлены индивидуальным ШРП итальянское газооборудование, которое не выдерживает температурный режим. Уже как-то срок службы также истекает. Ремонтные работы по подключению домов к газу продолжаются. Устранить все неполадки, в том числе и в селах, намерены сегодня. Даже если придется работать допоздна, заверили специалисты.